Среди бесконечной череды атак и контратак, Фредди и Эмиль искали выпри неуловимого барона и его полк. 24 апреля 1915 года, Иппор, Бельгия. А, газовые атаки, я не применяю теперь. 22 апреля 1915 года немцы впервые использовали в бою газ. Не помню, потом запретили или нет. Ну, блин, лежать же можно. Вперед давай, Петик, 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 как я зовут? Уильям. Уильям пятый. Нахерочка, какая умная собака. Так, а мне инфоинтересно здесь не дали. Давайте потом прочитаем, когда нам скажут. Перед новый дневник. 10 марта 15-го года. Ну и денек выдался. Сегодня меня дважды спасали от смерти. Сначала солдат-американец, а потом собака. Но теперь, наконец, свободен. Перед бомбежкой видел Карла. Надеюсь, он выжил. Попробую его отыскать. Направляюсь в Бельгию. Именно там сейчас стоит этот треклятый полк. Ну, по крайней мере, мне предстоит проделать весь этот путь не в одиночку. Я встретил забавного пожилого фермера из Франции по имени Эмиль. Он неразговорчив, но если я правильно понял, то его зять немец. Это просто какое-то безумие. И дня не проходят, чтобы ты не являлась мне в грезах. Мне удалось отыскать Эмиля всего за несколько мгновений до того, как раздался бой снарядов. Надеюсь, он пережил все эти взрывы. Письмо, которое он мне показал, наполнило мое сердце радостью. Смотри, все в порядке. А Виктор потихоньку подрастает, и это самое главное. Сегодня немцы захватили Сен-Миель. К счастью, солдаты не тронули нашу ферму. Я спряталась в подвале с Виктором. Но что теперь с нами будет? Кто-то я не знаю, но ладно. Потом, видимо, покажут эту женщину. Я так буду с поварешкой бегать, окей? А, там что-то есть? Окей! Достаточно неожиданно. Ладно, давайте прочитаем, что здесь написано. Битва при Ипре. Город Ипр, расположенный в Бельгии, имел важнейшее стратегическое значение, особенно для англичан. Через него открывался путь на север, а значит и на Великобританию. На передней линии здесь сражались солдаты из Канады, доказавшие в боях свою надежность и закалку. 6 тысяч из них погибло в ходе битвы, произошедшей в Ипре в апреле 15-го года. Первая газовая атака. 22 апреля 15-го года во время битвы при Ипре произошла первая в истории атака с использованием отравляющего газа. Дождавшись благоприятного ветра, немцы открыли 5 730 заранее установленных баллонов с хлором. Газообразный хлор, проникавший даже через одежду и резиную обувь, вызывал у солдата ожоги глаз, кожи и легких. Последствия этой атаки были чудовищными, ведь единственным средством защиты, которым могли использовать атакованные канадцы, были смоченные мочой носовые платки. Бомбардировка цепелинов. В 1900 году граф фон Цепелин, немец по национальности, построил свой первый дирижабль жесткой конструкции. Как и все последующие модели, сконструированные графом, этот получил нарицательное название по имени создателя Цепелин. С 8-го года на этих дирижаблях начали совершать дальние полеты. Цепелины были ненамного медленнее самолетов того времени и часто, как и дирижабли других наций, использовались в разведывательных целях. Благодаря возможности совершать полеты на большой высоте, с 1915 года их начали применять для бомбардировки гражданского населения Лондона и Парижа. Собаки на службе. К 1918 году немцы использовали на фронтах 30 тысяч собак, а державы Антанты 20 тысяч. В начале войны соотношение было более неравным. На 6 тысяч германских собак приходилось встретить французских. В животных набирались приемников и полицейских питомников. Многие из семьи добровольно давали на службу своих любимцев. Собаки выполняли разную работу. Они были охранниками, разведчиками, связными. Перевозили на себе снаряжение, искали взрывчатку, раненых и убитых солдат. Псы даже становились талисманами. Самыми распространенными на фронте породами были немецкие овчарки, доберман, пинчеры и бувье. Так, чё теперь? Чё, подсказки какие подсказки? Окей. Ещё ниже. Чё это? А, это жетоны. Жетон канадского солдата. В начале войны жетоны канадских солдат представляют собой алюминиевые диски. Они несколько различались между собой по форме, поскольку изготавливались в огромной спешке. Вскоре эти жетоны заменили стандартные британские медальоны. Так, я внизу могу выйти. Это я прокопать не могу, ладно. А ещё выше можно? Нет, ладно, видимо, и так сканает. Окей. Ниже пойдёшь? А-а-а, вот оно чё. Чёрт, я не ту кнопочку тыкаю. Ладно. Так, а куда? Ниже? Хераси тут! Типичная печь любой российской школьной столовой. Там, в принципе, такой же... Такую же тюрьевая, этот чёрт лифчик. Пропитанная мочёй ткань. Единственным средством защиты от газовых атак до появления противогаза был пропитанной мочёй носовой платок, которым мы закрывали нос. Моча вступала в реакцию с хлором непосредственно на поверхности платка и делала выдыхаемый воздух менее токсичным. Такое решение было не очень гигиеничным, однако всё же более предпочтительным, чем соляные кислотновляхи. Так, чё здесь делать? Мне надо при помощи собаки чё-то тут сделать. Мне ниже нужно, окей. Я понял, понял тебя? А что это значит? А, мне нужно... А, понял. Мне нужно привезти вторую. Сюда. Так, а как это... А, понял. Так, поднимаем выше. Двигай давай. Теперь опускаем ниже. Вроде сейчас нормально. Я думал, что она сама не катится, ну ладно. Так, и чё теперь? А, вот так вот? Вау. А зачем тогда подсказку оставили? Вперёд давай! Собака! Скажи спасибо, что корейцы здесь не воюют. Так... И... Дальше чё? И ещё, наверное, разок. А, здесь ещё можно поворачивать. Это, типа, плохо или хорошо? Хорошо. Ну, наверное, хорошо. Я не знаю. Ну, чтобы собаки там плохо не было. А чё вы сейчас сделаете? А, да-да-да, я просто... Поставил её... Чтоб циркулировался, видимо, газ. А здесь как это сделать? Что? А, всё, вижу. А здесь... А здесь... А здесь... вот так еще разок да а ван год ну видимо так и надо было сделать я буду что меня сейчас убьет нахер здесь охереть уже летит и складные здесь есть к поворот let's go сзади что-то есть в чем не врешь дайте что-то есть я уверен еще пропустили копай-капай да ошибись это казалось что то есть всему канадского солдата дорогие родители сейчас мы в бельгии здешние равнинные места очень напоминают мне окрестностей винипега правда в отличие от наших краев тут очень сыро и холод пробирает до костей мы с ребятами сделаем все чтобы вы нами гордились канадцы станут героями это войны скоро снова напишу стен побежали вот так видимо себастьяны зовут себастьян почему-то не красные вперед давай погнали а цепели нет это вообще не круто почему-то было без так а не за и потому что мне зор атакует хотя бы было бы лично какие-то к типа нас не догонит что там ладно собаки лучше знать о факт ладно это тоже неплохо это мне особо не может бельгийский кивер кивер бельгийской армии был похож на цель лидер с козырьком вместо обода позже на смену киверу пришла кепка кизер более легкая модель с оборотами которые можно было пустить на уши название изер кепка получила в честь солдат не позволяющих немецким войскам перейти через реку кизер окей чё это херня делает а я могу заставить зацепиться и а я могу собаку сюда поставить подвесить и прыгай вау как все сложно добыли я и слышу слышу чё мне делать-то а а как а я чё-то не понимаю как это сделать сейчас все будет не сын чувак не паникует а точно я думал что вы сейчас трупик выпадет или половина нормально здесь еще и собираем предмет есть карманные часы время было наплевать на карманные часы сейчас мы знаем что карманные часы если уж там оу факт я кто вам Антон Иванович копай что ли вы другого человека с лопатой не могли найти ха-ха-ха эпично Анна родилась в Бельгии в Париж она приехала учиться ей почти удалось отыскать пропавшего отца судьба была благосклонна все они двигались в одну сторону но на подходе к Вими их заметил германский отряд ха-ха потрясающе господи я не помню как называется песня почему-то мне в голову идет марш славянки а чё мне надо управляться я думал ооо факт я думал что меня так подожди к чекпоинт можно откатиться а нельзя я думал что мне нельзя управлять ею это просто ролик идет однако нет о факт о чём я делал ха-ха-ха-ха так все понял ей можно управляться это же марш славянки я же не ошибаюсь нет или нет вот я не помню что это за музыка Илья позор тебе это же такая популярная композиция ааааа напомните мне если знаете Чтоб я запомнил не забывал хотя я и про пещеры горного короля Грига иногда забывал бывало да в пещере горного короля то есть ни хрена себе такийский трифт одыхает слушайте оно ещё падает прям под музыку вы слышите ха-ха-ха-ха шикарно блин почему мне в голову пришел марш славянки это же не он и здесь и музыка кстати лицензированная встреча судя потому что youtube говорит так что это не оригинальная музыка это музыка написано разными композиторами просто по лицензии юбисофт купленные о факт я не в ту сторону и чё это делать о факт это мины да окей ладно понял чёрт сейчас после ты главы пойду свернусь посречет к марш лавянки и он ли это начало классическое блин а юбисофт вот плея не могут никак отойти от отреймона видимо от музыкальных уровней поэтому решили даже сюда запихнуть ну камон о факт а чё мне делать они хера себе это было больно вау реально сложный уровень ну да просто не сообразить было и все с самого начала просто принять я даже не понял что это взял не да если честно окей собака давай собака на блюдо к так это вот кто watch dogs окаживается вот кто очень так вот про кого игра ты может ребят просто вошли с названием когда игру назвали больше dogs а все то есть окей все таки там был чикпоин не заметил они серый американец